Мы поговорим о картине Павла Федотова «Святовство майора». Это художник первой половины XIX века. Он современник Гоголя, Островского. Он был военным. И долгое время он выбирал, кем же все-таки быть, художником или офицером. В итоге, после долгих колебаний, все-таки посвятил себя искусству, выйдя в отставку. И когда он выставил картину «Святовство майора», в зале стояла такая толпа, которая до этого собиралась, пожалуй, только у картины Карла Прилова «Последний день по империи». И сам автор стоял перед ней и очень артистичным голосом рассказывал стихи собственного сочинения, напоминающие ярмарочные и простонародные стихи. Он называл их «Роцеи», показывал на каждого персонажа и вот так в стихах рассказывал о нем. Чем же эта картина так поразила публику той поры? Дело в том, что здесь майор, офицер, значит, дворянин, предлагает руку и сердце купеческой дочери. Это мезальянс, который раньше практически никогда не происходил, но в первой половине XIX века уже купцы начинали сознательно приближаться к каким-то реалиям дворянской жизни. Видите, ее папаша купил дворянский особняк. Они уже одеваются по-европейски, а не по-народному, как раньше это делали купцы. Вот это соединение двух очень разных культур, оно порождало иногда счастье, иногда весьма комические эффекты. Федотов изображает эту сцену как сцену в театре. Кулисы есть справа и слева, и есть единство театрального действия. Федотов разворачивает перед нами всю энциклопедию купеческой жизни, жизни, которая была для дворян пока еще не очень привычной, пока еще странной, по-многому еще смешной и забавной. Сваха объявляет о приходе жениха. На свахе новый парчевый шугай. Это традиционная одежда, которую дарили за успешное сватовство. Папаша-купец, услыхав о том, что жених пришел, путается в сюртук и явно не может его застегнуть. Человек этот явно путается в сюртуке, как это бывает с нами в одежде новой, незнакомой. Дело в том, что купцы соблюдали народные обычаи. На свадьбу, а также на предшествующий ей сговор, здесь пока что сговор и знакомство, все участники действия надевают почти все новое. Новая жизнь начинается. На мамаши шаль торчит. Она впервые надета, она еще не облегла, не обтянулась. На дочке тем более все с иголочки. И дочка реагирует на происходящее очень интересно. Она срывается и убегает. Что ее могло испугать или смутить до такой степени? Нередко публика грешит на жениха. Говорят, что вот, конечно, от такого старого сбежишь. Уверяю вас, то, что там сияет вот в этом районе, об этом мечтали большая часть купеческих дочек. Дело вовсе не в нем, а в ней. Тем более она не может его видеть. Она сама, видимо, впервые надела платье с открытыми плечами, которое, кстати, в данной ситуации совершенно не положено надевать. На смотринах полагается скромное платье под горлышко, чтобы видна была невеста, а не ее наряд. Но купцы этого не знают. И дворянам было искренне смешно смотреть за тем, как купцы пытаются подражать их этикету и как у них это по-своему получается. По понятиям этой девушки, она голая. И к тому же она очень юное существо. Мамаша хватает ее за подол. И для Федотова это повод показать роскошную кисию платья невесты. Она же расправляет тем самым дочери платье. Федотов не рассказчик анекдотов. Он в первую очередь всегда художник. Потом художник начинает и подтрунивать над этими людьми, и в то же время ими любоваться. Посмотрите, ах, какой майор! А ноги его точно повторяются очертаниями ножек стула, стоящего рядом. То есть он, голубчик, во-первых, кривоногий. Во-вторых, он в этом доме будет парадной мебелью. Зять у нас не кто-нибудь, будут думать и говорить купцы. Зять у нас дворянин. Потом художник любуется невестой. Невеста – самая настоящая красавица. Ее голову и плечи художник писал с античной статуей. Такой подбородок, как у нее, почти не встречаются у живых женщин, но зато есть у каждой античной Венеры. Белая кожа, что очень важно для красавицы той поры. Тяжелые, роскошные волосы. Ах, какое платье! Ах, какие украшения! И вот над этими украшениями публика той поры смеялась просто до слез. Это украшение для дамы второй молодости, для дамы пальзаковского возраста. Девушке до выхода замуж полагались только очень легкие, почти незаметные украшения, недорогостоящие. Дальше художник любуется обстановкой. Скатерть изумительная. Эта скатерть гостиничная, сервируют на салфеточную, а за такой скатерть все читают в кругу семьи. Бутылка с шампанским и с бокалами стоят на стуле. Совершенно неположенная сервировка, и рядом с бутылкой шампанского 4 бокала. А за стол сядут 5 человек. Дело в том, что девушки шампанского не пьют. Не пьют совсем, потому что шампанское – напиток мужской, гусарский, и даже юной даме лучше этого не делать, согласно эсекету XIX века. Шампанское кружит голову. А у левого края картины – иконный угол и великолепная атласная скатерть. Только скатерть – это из сундука. Она заломлена, она была сложена, и эти заломы уже разглазить невозможно. Дворяне стремились купить приданное как можно ближе к свадьбе, чтобы оно было самым модным. А купцы копили приданное с момента рождения дочери. И вот годы прошли, цель достигнута, скатерть разложена, переливается тончайшими атласными переливами. И на этих атласных переливах притаился черный, жирный, огромный таракан. Вот вам весь купеческий быт – атлас, и на нем таракан. Подбирается этот таракан к огромной просфоре. Купцы до известной степени даже кичились своим благочестием. Конечно, прежде чем сватать дочь, они отслужили молебен. И вот теперь этот таракан подбирается к этой просфоре, так же, как этот орел гвардейский налетает на эту горлицу купеческую. Здесь множество мелких деталей. Знатоки разглядывали картину Федотова с лупой. Некоторые из этих деталей мы сейчас уже не можем видеть. Например, на заднем плане стоят жирандули – красивые осветительные приборы с хрустальными подвесками. Между ними лежит копеечка, которая рубль бережет. Федотов зашифровал здесь целый ряд народных поговорок, любимых купцами. Только эту копеечку в наше время можно увидеть в сканирующий микроскоп. Она расплавилась со временем. Дело в том, что Федотов был гениальный художник, но все же он художник, не совсем профессионал. Федотов стремился писать быстро, его вело вдохновение. Старинная техника живописи предполагает, что нижний слой краски непременно должен высохнуть, прежде чем наносить следующий. Иначе пойдут быстро химические реакции между красками, и картина портится. Поэтому он добавлял в краску специальные вещества – секативы, которые высушивают краску быстро. Для картины это имело плачевные последствия. Верхний слой краски весь в трещинах, в трещинах полопавшихся. Такое ощущение, что некая верхняя пленка съежилась и порвалась. Из-за этого же мелкие детали стали порой настолько размытыми, что в наше время их увидеть уже нельзя. Но мы о них знаем. Одна из самых удивительных черт этой картины – каждый из этих людей Федотов писал со своего полкового друга. Ему позировал молодой офицер. И мужчины, и женщины были написаны с него. Каким же гигантским мастерством надо было обладать, чтобы они получились такими убедительными. Не было особо у Федотова денег нанимать много натурщиков и натурщиц. Вот такой выход он нашел.